Приветствую на канале Урожай Ягод. Сегодня я расскажу о шикарном сорте ремонтантной ежевики под названием Black Jam. Этот сорт создал известный селекционер Кларк, который создал практически все ремонтантные сорта ежевики. Начиная от самых первых сортов Ruben, которые сложно назвать, скажем так, ремонтантным. Потом были Prime Arc, Prime Arc 45, потом Prime Arc Freedom, у которого крупная ягода якобы, но по сравнению с джемом, конечно, он и рядом не стоял. Потом была Магия, которая всем очень понравилась, она получила широкое распространение. Затем, ну у нее мягкая ягода, затем был выпущен опять же Кларком сорт Prime Arc Traveler, у которого уже была и сладость, и урожайность, и транспортабельность. Но последнее его достижение это, конечно, Black Jam. В ремонтантной ежевике Black Jam Кларк собрал только самое лучшее. Получается ягода крупная, сладкая, вкусная, очень ароматная, если, конечно, садить хотя бы в полутени или на солнце. Урожайность просто сумасшедшая, зашкаливает и может поспорить даже с обыкновенными сортами, то есть разовыми. По транспортабельности, конечно, сорт немножко уступает Traveler, ягода не такая, скажем так, дубовая, но она очень сочная и достаточно транспортабельная. Ремонтантная ежевика Black Jam была создана в 2017 году и за последние годы, то есть с момента ее выпуска, она обрела невероятную популярность. То есть те, у кого уже есть сорт Black Jam, то уже не имеет смысла покупать какие-то другие сорта. Еще немаловажное качество этого сорта, кроме урожайности, вкуса ягоды, плотности, то есть транспортабельности, этот сорт еще совершенно бесшипный. Грубо говоря, если взять сорт Черную магию, убрать у нее колючки, увеличить размер ягоды и плотность ягоды усилить, скажем так, то это будет именно Black Jam. Ну и, конечно же, урожайность просто сумасшедшая. Сорт Black Jam неприхотливый, то есть может расти в любых условиях, но лучше, конечно, предпочитает суглинки. У меня, кстати, суглинки и посмотрите, какой результат. Это достаточно молодые трехлетние кусты. Сейчас еще с другой стороны обойдем и пройдем по другой стороне, посмотрите. Видите, да, ягода уже спелая есть, спелая. Есть красная ягода, есть, которая уже наливается и еще в это же время сорт цветет. То есть практически этот сорт непрерывного плодоношения. Единственное, что нужно следить, когда подоносит, допустим, ветка, это, кстати, урожай еще идет на прошлогодних побегах. То есть те побеги, которые оставляли в зиму, вот это вот идет урожай. И в то же время уже завязывается урожай на побегах этого года. Так вот, если веточки эти подоносили, их, конечно, нужно сразу же срезать. К влаге этот сорт неприхотлив, допустим, если уже двухлетние кусты, можно вообще не поливать. Но чем больше поливаете, тем больше урожайность, тем лучше себя чувствуют кусты. То есть воду этот сорт любит. Ну, как, в принципе, и любая ежевика. Из подкормок я применяю только сброженную траву проливаю и все. И то только весной, и потом просто уже нету времени. Всем, кто смотрит видео, рекомендую этот сорт. Ну, еще, как дополнение, скажем так, еще из ремонтантных сортов, черную магию. Потому что по вкусу немножко отличается. На остальные ремонтантные сорта ежевики можно даже не заморачиваться. Ну, если хотите, чтобы ежевика была с середины июля и до морозов, то это как раз сорт Black Jam. На этом как бы и все. Надеюсь, видео было интересным и полезным.